Вот что более интересно в отношении этого самого Кроссовского, Следственный комитет не стал проверять его высказывания. Вот предмет, значит, топить и сжигать украинских детей. Ну, посчитали, значит, что, в общем, как бы все нормально, ничего незаконного в таких призывах нет, говорит нам Следственный комитет. Ну, рассчитывать на другое, наверное, было бы наивно, да, учитывая, что общество все равно достаточно тихо на это отреагировало. Да, возмущения людей были, но возмущения это были в той форме, в которой власти вполне себе приемлемы и допустимы. Люди дома высказали, там, у своих компьютеров, телефонов. В силу того, что это было очень широко, они, конечно, были вынуждены пойти на уступки обществу и сказать, что его отстранили и уволили. Вопрос формулировок, ну, то, что этот человек лишился, да, тех своих возможностей, позиций, полномочий, может быть, и финансов, на мой взгляд, это имеет место быть, да. Но то, что его будут привлекать к ответственности, сажать, конечно, с одной стороны, для системы это даже в какой-то степени было бы преимущество, да, потому что власть могла бы таким относительно дешевым образом заработать себе политические очки, да, и ту ненависть, и презрение народа в какой-то степени сгладило бы, да. Почему дешевым способом? Ну, потому что они понимают, что это происходит повсеместно, и вся эта пропагандистская элита давным-давно прогнила, от них надо полностью избавиться, и вообще систему по-хорошему нужно менять, а не фамилии отдельных негодяев. А здесь вот нашли такого вот, значит, кого ненавидят больше всех, да, и решили его вот так вот пальчиком при всех погрозить, наказать, там, привлечь, или даже, может, посадить, да. И власть даже этого не сделала, представляете, потому что они на протяжении многих-многих лет движимы очень четким вектором, да, и их позиция всегда очень последовательна. Власть своих не сдает. Чувак, который топил за систему и рассказывал, какие у нас отличные политики и чиновники, какая у нас замечательная Единая Россия, какое у нас отличное правительство, ну, получил, заручился неким лимитом поддержки, понимаете. И в момент, когда этот сволочь нужно было посадить на полжизни в тюрьму, да, за одни такие призывы, омерзительные, мерзкие и отвратительные, да, его, значит, вот в такой мягкой форме наказали, да. И Следственный комитет, конечно, будет стоять на этой позиции. Однако, если общество, да, услышав позицию Следственного комитета, с ней не согласится, я вас уверяю, это решение будет пересмотрено, но очень быстро будет пересмотрено. И в отношении тех, кого сажают в тюрьму, помните ситуацию с журналистами, известными, Голуновым, в частности, да, которых выпускали, хотя была команда посадить их и сделать из них, значит, каких-то, ну, такие показательные расправы, порки, да. А выпустили, потому что побоялись, что люди, что возмущение, вот это недовольство людей пойдет дальше, и это выльется в большие проблемы. Такая же ситуация и с теми, кто должен сидеть в тюрьме. Да, ну, согласитесь, народ в России сажают за меньшее. А здесь публично, с использованием средств массовой информации, это отягчающие обстоятельства, да. Когда он говорил на большую аудиторию, это ведь, в конце концов, это многих могло понудить к этим преступлениям, да. Ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что в России, в том числе, много беженцев, да, что они едут сюда с семьями, с детьми. Ну, представляете, если у какого-то пробитого гражданина, который в ура-патриотическом угаре прилип к телевизору, и вот он слышит там вот такой призыв, ну, понятно же, да, что это будет просто непоправимое последствие нести и иметь. И эту сволочь оставили на свободе. Но чему я рад, да. Он молодой, Антон Красовский, да, я думаю, ему 50 нет, мне кажется, да, может 47, так вот по фотографии скажешь, да, может даже чуть поменьше. Я думаю, что при том уровне жизни, который он имеет, а он имеет очень большой достаток, как мне видится, да, он проживет еще лет 20-30, и он гарантированно, гарантированно будет отвечать за те преступления, которые он своими руками осуществил. А учитывая политику власти, в которой они, мягко говоря, запутались, да, и настроили против себя в штыки западный мир, его и не пустят никуда, он даже не сможет убежать от воли народа, да, от его решения справедливого, но сурового. Поэтому будет на протяжении многих лет в трезвом уме и памяти с крепкой рукой осознавать на себе, на своей шкуре, что такое отвечать за свои ошибки перед обществом, что такое отвечать за преступления против общества, когда ты выступаешь против интересов большинства, и за призывы к убийству детей. Ну, говоря о наборе политических очков, власть, собственно, это сделала, взяв Антона Красовского в оборот, ведь все знают, что он известен своим политическим очком. Тем временем...